Одесса Спорт представляет о нашем спорте. Оперативно и подробно. В телевизионной версии на телеканалах G-News и G-TV. Наш адрес в интернете, где вы можете ознакомиться с полной версией беседы на ваших экранах. Сегодня в нашей студии Елена Соколовская, олимпийская чемпионка, главный тренер волейбольного клуба «Джинестра». Меня зовут Людмила Литневская, Леонид Францискевич, журналисты агентства «Одесса Спорт». Каждый раз, когда заканчивается чемпионат, это еще какой-то шаг дальше, это уже история. И я даже девчонкам перед последним играм говорила, девочки, вы потом будете сожалеть, если вы сейчас этого не сделаете. И оно будет с каждым днем, потом где-то всплывать, я могла так сделать, я могла что-то другое изменить, я могла выиграть. Но это уже будет история. Но с другой стороны, еще один чемпионат закончен, и неделя пошла на пользу, вернулись к жизни, к нормальной. Это, конечно, прекрасно, когда кто воевал, имеет право в чистой речке посидеть. И поэтому спасибо, наверное, и подругам, и семье, что поддерживали. Была церемония награждения и чествования у мэра. Наверное, в кулуарах уже говорится о будущем. Какой у наших мужей, ответственных за развитие женского волейбола в Одессе, какие у них впечатления, какие слова вам сегодня говорят и на что вы надеетесь? Ну, мне вообще спасибо, конечно, большое нашей мэрии и Алексею Алексеевичу, что он принял команду. Потому что, ну, действительно, с одной стороны, очень много людей звонит, очень много людей спрашивает. Действительно, от чистого сердца, которое болели, желает нам. И, ну, чтобы мы не говорили, результат шикарный. То есть, конечно, хотелось бы, как всегда, золото. Ну, из того положения, которое мы команду вытащили летом, когда мы надеялись как бы не вылететь из этой лиги, из суперлиги. И, конечно, прием в мэрии, это и для девчонок, и для меня, конечно, это еще, что нас уважают, что нас почитают, за нас болеют. И, то есть, от чистого сердца было поздравление команды. Конечно, хочется на следующий год, как обычно, это в мае бывает месяц, хотелось бы уже знать, кто у нас будет играть, что мы будем играть и где мы будем играть. Кто будет играть, решится, ну, в течение, наверное, до конца месяца мы уже определимся, кто остается в команде, кто не остается в команде. Опять связано и с финансами, еще не со всеми девочками. Ну, практически еще ни с кем так серьезно не разговаривали. Ну, и второй вопрос, который, наверное, волнует и меня, как тренера, и девчонок, ну, и наших болельщиков в особенности, будем ли мы участвовать в Еврокубках. В Еврокубках. Буквально на днях, уже праздники начались 1 мая, позвонили и вдруг нас ограничили, что надо, не как в том году, например, до 13 или 15 числа было сказать, участвовать в Еврокубках, а надо было сказать даже, не надо, а надо сказать до 6 числа в нашей федерации, чтобы они уже могли до 12-го успеть международную отправить заявку. В телефонном разговоре сказали, что подтвердился Северодонецк уже и подтвердился Южный Химик. То есть, вот ждут нас. И, в принципе, за эти три дня надо решить. То есть, оно вроде, я понимаю, что сказать, да, мы будем играть, да, мы хотим, и действительно хочется. Ну, это столько подразумевается под этим, это, конечно же, и деньги, это же, конечно, и спортивный зал, где играть, там, определенные требования. Ну, и, конечно, состав команды, не хочется же, ну, наверное, выйти, два круга пройти, затратить это все, и это, с одной стороны, вопрос, а с другой, ну, Одесса не может не светиться и на европейском уровне. Это тоже реклама города, это реклама нашего родного города, людей и всего, что можно. Ну, и заслужили. Мы заслужили, да. Поэтому в комплексе, там, такая большая проблема, ее надо, ну, буквально за три дня решить. За пять сезонов, что я на команде, это, наверное, лучшая команда, я уже говорила, по отношению, по коллективу, по человечности, наверное, по отношению друг к другу. Может, кто-то лучше, первый состав играл первого года, там, второго, пятого, кто-то был более звездный или не звездный, но именно отношения девчонок и сами девчонки. Упреков по самоотдаче нет? Нет, то есть, очень редко бывает, когда что-то не... Ну, и плюс, я говорю, вот это моральное, наверное, между собой общение, какая-то дружба, я же еще раз, несколько раз уже говорила, нельзя дружить всей командой. Но именно вот эта вот самоподстраховка друг друга, самоподстраховка себя, не подвести товарища, такого не было, конечно. По ходу сезона команда укрепилась, наверное, был переломный момент, когда пришла Ира Трушкина, когда восстановилась Оксана Курила, немножко подпитка молодежи произошла, то есть, та же Розниченко добавилась. Ершова, которая, правда, ну, как бы не сыграла, насколько в тот момент, когда заиграла Трушкина буквально сходу, насколько стало легче? Конечно, добавление Иры в команду, это большой плюс, единственное, что надо было ее еще восстановить, она у нас молодая мама, которая только, можно сказать, недавно, годик с правил, отпраздновали малому, и то есть, ее надо было восстановить, и опять же, в голове, как Ира играла до рождения ребенка, то есть, это действительно очень сильный игрок, но когда мы с ней разговаривали, так как у нас проблема была с четверкой, я сразу сказал, Ира, нам нужна четверка. И то есть, когда Ира приехала, это не ее место, как и, в принципе, не место Юли Малыш, ойстера, которая, когда мы уговаривали, чтобы Юля осталась летом, мы как бы хотели, чтобы она на какое-то время перекрыла, только не прыгая, перекрыла Курилу, которая восстанавливалась после операции, замены связкой. Вот, и то есть, и Юльке получилось, что говорили об этом, в результате ей пришлось прыгать, и в результате еще и прыгать не в своей любимой зоне, с быстрых передач, а с четверки, где надо более-таки мощные нападающие, которые, ну не Юля, но Юлька перекрыла до тех пор, пока не пришла и не восстановила Сиришев. И пришлось вернуть Юльку туда на место, потому что уже более высокорослые игроки по краям были у Иры. Ира всегда отличалась, мало того, что хорошим нападением у Ирки хороший блок был, не был, он есть. И то есть, я видела, что, например, даже в четверке она теряет этот блок, вроде как бы высокая с края, но она теряет, потому что она всегда в движении блок ставила, как бы пристроиться угадать, где будет, а на месте было не так. Ну, на это надо было время. Конечно, она может играть и играть в четверке, но зачем не использовать то, что можно использовать? У вас в этой трудной фазе еще один игрок появился, важный, ключевой, Александр Пресман. Как вы видели эти отношения и насколько они сыграли свою роль в хорошем состоянии, в хорошем таком победном финише? Ну, я уже так заболвила до этого, что спасибо нашим спонсорам, что мы вообще чего-то добились в этом сезоне. И, конечно, в первую очередь это Александр Семенович. То есть, то, что вы уже сказали, и Геннадий Труханов, то есть, который как бы, ну, как обычно бывает у нас везде, вот Геннадий Труханов, вот Александр Семенович. Помочь команде в этот момент, при том со всеми долгами за начало сезона, это, наверное, многого стоит. Какие самые запоминающиеся игры? Полуфинал с Северодончанкой? Нет, конечно, запоминающие игры. Это и финал, финал кубка, когда вот они еще все, что Юра, что Саша, что ребята остальные, то есть, когда вся фракция приехала. И когда мы выиграли этот кубок, это, наверное, было... Красиво вы его обнимаете, да, в клубок, как дитя. Это было благодарность, наверное, за все, и действительно, какая красивая команда. Заговорили немножко ранее о сборной, то есть, в прошлом году ездила Марина, захожая ездила, еще девочки приглашали Курила, но она тогда на операцию. То есть, та же Леся Рыхлю, которая перебиралась с Джинестры в Европу. Как в этом году приглашают кого-то из девчонок? Хотят они ехать туда или не хотят, или отдохнуть, то есть, как бы... Ну, к примеру, вот в том году, когда приглашали, то есть, почему-то все команды, я всегда, и все девчонки, то есть, у меня не было такого за пять лет, чтобы я кого-то не отпускал. То есть, были моменты, наверное, в другом, когда Таню Козлову вызывали, и вдруг мы с Никитичем разговаривали, Бузаевым, что да, она будет играть. В результате она приезжала, говорит, меня ни разу не выставляли, нигде не в это, в Баку проигрывает тоже ничего. В том году какая-то такая ситуация сложилась с этим Северодонецком, когда они четвертые, и было какое-то замешательство, что ни Северодонецк не дает игроков никто. И то есть, ну, с Одессы вызвали двое, двух, вот Курила не поехала. И поехала и Таня, и Захожая. Ну, и вы знаете результат, который они... она наша команда сборной Украины, и при том, при всем, я не побоюсь сказать, что, в принципе, очень много решила, если почти не все, это наша двойка с Одессы. То есть, и Таня, и Захожая, то есть, это не мои слова, это пресса писала. Они вышли в финал чемпионата. Все классно, все хорошо, девчонки, но почему-то на летние турниры, коммерческие турниры, больше наших девочек не приглашают, ездят в Северодонецк, ну и несколько человек, например, с Луцкого. И вот нам в Европу играть, то есть, почему говорю нам, потому что это сборная Украины, и мы все переживаем за любовь, за любовь из города, то есть, играть, как они будут играть до сих пор, например, я не знаю, вызвали наших, не вызвали. Спасибо большое, до новых встреч. До свидания. Одесса Спорт представляет о нашем спорте. Оперативно и подробно. Газета, интернет-портал, радио-новости, телеобзоры. Следим за событиями вместе. Продолжение следует...